Десна ТВ 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 героев книги по их описанию. Не обошлось без познавательной составляющей. Для малышей была проведена атомная игра викторина. Участники, правильно ответившие на вопросы, получили печатное издание книги. Книга написана о машине времени и в ней очень много ссылок на современную технику. Это фантастический детектив про приключения, про то, как перемещение во времени и отдельными вставками сделаны энциклопедические вставки, чтобы ребенок, заинтересовавшись текстом, уже мог окунуться в мир науки. Встреча с настоящим писателем вызвала у детей настоящий восторг. Они задавали много вопросов и проявили живой интерес к книгам автора. Очень-очень ждал весь класс этой встречи. Интересно как бы что-то узнать и даже просто пообщаться с таким вот человеком. Участниками второй части дня научных игр в рамках проекта «Энергия науки» стали ученики физико-математических классов школ города. На базе Центра информации и общественных связей Смоленской АЭС старшеклассникам предстояло помериться силами в интеллектуальной игре «Атомные знатоки. Красиво атомы сложились». Шесть команд на протяжении пяти туров удивляли организаторов своими знаниями об атомах и всему, что с ними связано. Победители-призеры получили в подарок наборы интеллектуальных игр. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 19 марта в Центральной библиотеке состоялось торжественное мероприятие в честь 115-летия подводных сил российского флота. В этот же день свой юбилей отметили и ветераны военно-морского флота «Смоленское морское собрание» города Десногорска. 3 февраля организации исполнилось 15 лет. Смоленское морское собрание города Десногорска создано бывшими работниками Смоленской АЭС, проходившими службу в военно-морском флоте. Задача организации – это сохранение флотских традиций и патриотическое воспитание молодёжи. Коллектив тесно сотрудничает со Смоленской АЭС, общественными организациями города, области и страны. В организации на учёте состоит 52 человека, а руководство деятельностью осуществляет совет из семи избранных членов. В начале мероприятия выступил председатель Смоленского морского собрания Александр Терентьев. «Выражаю всем членам Смоленского морского собрания искреннюю благодарность и признательность за наш добросовестный, бескорыстный труд и преданность российскому флоту». Начальником отдела информационных технологий и связи с общественностью Екатерины Хасько были зачитаны поздравительные слова от главы города Андрея Шубина. Всем членам общественной организации он пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. «Искренне благодарю вас за многолетний добросовестный труд, верность традициям российского флота и, конечно же, за вашу преданность своему отечеству». Смоленское морское собрание поздравил и председатель Десногорской общественной организации ветеранов войны Игорь Журавлёв. Он вручил членам организации благодарственные письма за активную жизненную позицию и плодотворное сотрудничество в воспитании подрастающего поколения. «Наша организация существует 40-46 лет. Когда в нас вошло морское собрание, мы впервые ощутили прилив энергичный, очень сильный людей, которые умело представляют морскую профессию». Праздничный вечер прошёл тепло и радушно. Были просмотрены слайды о большой проделанной работе морского собрания. Видеолекцию об истории развития подводного флота представил капитан второго ранга Владимир Петров. Закончилось мероприятие общим фото на память. Виталий Волков, Александр Герафеев, Десна ТВ В завершении выпуска прогноз погоды. 24 марта в Десногорске будет солнечно, днём температура плюс 2, ночью до минус 12. На сегодня выпуск завершён. Всего доброго!